Высокое положение. Как влияет на здоровье психического человека? Высокое положение — это миссионеры. Чем выше положение в обществе достается человеку, тем больше на него возлагается Богом. Бог ждёт от этого человека того, что он должен жизни сделать. Высокое положение — это значит, что у человека точно есть жизни миссия. Когда у человека появляется высокое положение, значит, у него есть миссия. Это стопроцентный факт. Поэтому, если человек о миссию понять свою, можно только с помощью духовника. Если у человека нет духовного наставника, и он имеет высокое положение, это безумие. Если ты имеешь высокое положение, ты должен очень глубоко изучать природу своих отношений с Богом, потому что миссия даётся только от Бога. Миссия — это не то, что человек сам откуда-то взял с потолка. Это то, что от него Бог хочет. Это называется миссия. А Бога понять можно только через духовно развитых людей. Сам человек по себе понять не можно. Поэтому, если человек имеет высокое положение в обществе, ему нужен духовник, с которым он будет обсуждать не то, куда деньги вложить, а то, какова цель человеческой жизни, какова моя роль в этом обществе, какая моя цель, что я должен здесь делать, какова моя миссия в этом обществе. И духовник, если это раскроет человеку, то этот человек станет очень мощным. Он способен будет очень много сделать в этом мире. И есть ещё другой момент. Если человек узнаёт свою миссию, его положение начинает расти день от дня в обществе. Но узнать свою миссию можно только с помощью духовной практики. Нет другого способа узнать свою миссию. Духовная практика не означает сидеть под деревом. Духовная практика означает делать то, что Богу угодно. Если человек, допустим, просто работает, он, допустим, в фирме какой-то, но он делает то, что Богу угодно, например, если он одежду продаёт, то продаёт одежду качественную. Это Богу угодно. Если он продукты продает, то без химических добавок. Это Богу угодно. Потому что Бог хочет, чтобы вы кушали то, что Богом создано. То, что создано не Богом, это уже не та пища, которая приносит здоровье. Даже жилье, допустим. Вот в городе жилье строить – это одно, а на природе – это другое. Жизнь на природе – это то, что больше угодно Богу. Потому что это создано Богом. Природа создана Богом, город – человеком. Жить в городе тяжелее, а жить на природе легче. Миссия означает чётко понимать, что и как тебе делать. Если ты это понимаешь, то тогда удача сразу встаёт рядом с тобой, и положение в обществе растёт день это дня, человек. Лучше делать добрые дела, которые делать гораздо тяжелее. Например, открыть пивзавод – раз плюнуть. Открыть больницу – огромный титанический труд. Открыть школу – ещё в тысячу раз тяжелее. Понимаете, о чём я говорю? Но когда человек занимается богоугодными делами, его возможности растут день это дня. Допустим, человек занимается каким-то бизнесом, взял и решил параллельно открыть школу. Вот, допустим, Сава Мамонтов открыл театр. И его статус в обществе возрос просто бешено от этого. Он вложил деньги серьёзные, сделал театральную элиту в России. Но его статус в обществе возрос неимоверно от этого. Неимоверно. Понимаете, о чём я говорю? Потому что он стал миссионером. Он начал выполнять свою миссию перед обществом. И Бог ему дал возможность влиять на умы людей. Ну, то есть идея в чём заключается? В том, что если ты занимаешься бизнесом, у тебя есть средства, думаешь сделать доброе дело, сделай какую-то школу хорошую, где люди духовности будут учиться. Потому что там в нашем обществе не хватает нравственности людям. Надо обучать людей нравственности, а не тому, как менеджментом заниматься. Нам не хватает культуры. Надо изучать что-то культурной жизни. Если человек, допустим, школу открывает на то, что у него есть деньги. Вот я знаю одного бизнесмена в Питере. У него есть помещение в центре Питера. И он в этом помещении хочет сделать такое место, где люди, когда они куда-то уезжают, они отдают своих детей. И там, на эти дни, которые они там остаются, они учатся нравственности. То есть место будет таким образовательным центром для детей, где дети будут учиться нравственности, как правильно жить, пока родители занимаются там своим делом, куда-то ездят. Какой результат будет? Сильное повышение статуса такого человека в обществе. Вот смотрите, вот когда я сказал такую вещь, ваши сердца все открылись к этому человеку. Подумали, классный человек, вот бы с ним познакомиться. Это и есть повышение статуса. А школа платная? Я думаю, да. Это не влияет на... Нет, нормально. Почему бы не платная? Какие проблемы? Надо же всем платить, преподавателям там и так далее. Ну, бывает так, что человек может даже бесплатную сделать, но тогда все подряд будут детей сдавать. Это не всегда помогает. Бесплатная не всегда помогает. У меня был опыт такой, я делал свое лечение бесплатным, и его не ценили вообще. Люди теряли камни, которые бесплатно подбирал. Ну, не нужно, то есть, не ценится просто. И не всегда бесплатно это работает. Надо понять, что бесплатность сама по себе нужна в тех средах, где люди нищенствуют. А если ты получаешь деньги и тратишь их на добрые дела, вот это и есть то, что нужно. Поймите сами, деньги — это не проблема. Мой духовный учитель, когда увидел фотографию, один священник в Индии, он тоже индус, один священник в Индии сделал фотографию вот так вот, деньги вот так сделал. Деньги вот так от себя. Много-много долларов в пачеки, вот так от себя. А мой наставник, он сделал другую фотографию. Много-много денег и вот так вот себе. Но ученики все смеялись, потому что он, когда получает деньги, он строит храмы У него две одежды всего и больше ничего нет Он просто эти деньги использует правильно Деньги это не то, от чего надо отказываться Деньги это то, что надо правильно использовать Это дает человеку, это больше Богу нравится, понимаете? Когда человек имеет деньги и правильно использует, чем от них отказывается Но деньги это страшная вещь Я приведу вам такой пример, историю расскажу Это важно для вас знать, как действуют деньги Одна женщина, это было в Индии где-то порядка 200-300 лет назад всего Одна женщина занималась проституцией и накопила достаточно большие деньги Потом занялась духовной практикой и решила эти деньги все пожертвовать в храм И отреченный образ жизни принять И она приехала в одно святое место, в храм И попросила священника взять эти деньги Тогда священник, он был очень проницательный человек Он спросил, а откуда деньги? Она сказала, что она заработала проституцию Он отказался от этих денег, сказал, я не возьму это в храм И тогда эта женщина много раз просила на колени, падала перед ним, умоляла, но он не хотел брать И тогда она пошла на берег Святой реки поститься до смерти Она села просто оставить тело, потому что она поняла, что она не сможет ничего хорошего в этой жизни сделать И она думала о божестве, то есть об алтаре в этом храме, поклонялась ему И тогда это божество пришло к нему, и Господь сказал ей, что ты должна прийти опять в этот храм назад И этот священник возьмет у тебя деньги И в этот же день Господь пришел во сне к священнику Сказал, возьми у нее деньги, ногти придет Тогда она пришла к священнику, священник взял у нее деньги И этот Господь ему сказал, что эти деньги могу только я переварить Больше никто не может Эти греховные деньги должны быть мне отданы Но ты должен сделать то, что она скажет И она сказала, что я прошу на эти деньги приготовить огромный-огромный обед И накормить всех-всех святых людей этого места А там было их очень много, этих святых людей И когда это так и сделали, сделали обед, осветили пищу И накормили этих всех людей И все эти монахи, они потеряли семя в эту ночь И это быстро распространилось, они пришли Для монахов это страшная потеря на самом деле Это признак их греховности И они очень сильно испугались, что с ним произошло Все поняли, что это от того обеда, который они приняли Они пришли к этому человеку, спросили, откуда деньги И он сказал, что деньги оттуда И они тогда готовы были его проклясть на самом деле Они очень сильно возмутились Зачем он приготовил этот обед для них Пригласил, не сказал им это все Но на самом деле было объявлено Кто, на чьи деньги это все было объявлено На самом деле И эти люди просто не придали значения этим словам Но потом ко всем к ним Господь пришел во сне на следующую ночь И сказал Вас пригласили на пир Для того, чтобы вы почтили освященную пищу Почтить освященную пищу не означает нажираться Только я могу переварить эту пищу А вам надо было просто ее попробовать и пойти домой Так он их наказал, их жадность Ну то есть, о чем эта история? О том, что деньги — это сила Которая действует всегда в том направлении, откуда они пришли Никогда эта сила не будет действовать по-другому Вы не сможете деньги помыть мылом, с мылом И они потом станут хорошими Деньги, которые пришли из злых дел Они пойдут на зло Они не смогут поменяться Потому что деньги — это сила Самая большая сила в этом мире Ради которой все убиваются Это сила Энергия влияния И поэтому Надо быть очень осторожным От того, как вы зарабатываете свои деньги Это очень важно понять Важно знать Богатство может привести человека в тюрьму Может обесчестить его Может разрушить его здоровье и хорошую и счастливую судьбу Будьте осторожны С богатством надо быть осторожным Особенно важно знать, что если человек все свои деньги тратит на то, чтобы строить себе жилье Это безумие полное Деньги предназначены для миссии Если вам Господь дает деньги Увеличивайте миссию Жилье обязательно будет Жилье должно строиться само собой Вот у вас есть деньги на миссию То есть вы можете вкладывать в дело Можете вкладывать в развитие общества И чем больше вы это делаете Тем больше у вас будет остаток Остаток — это какая-то свободная сумма То свободную сумму можно вложить в строительство Но эта свободная сумма означает не та сумма, которая истощает деятельность Эта сумма незначительная Она ничего не меняет в вашей жизни И эту сумму можно вкладывать в свое жилье Но если человек все вкладывает в свое жилье Он будет нищим Душевно нищим и несчастным Он будет трудиться, пахать, как и шаг Его благосостояние не будет возрастать Благосостояние возрастает, когда человек вкладывает деньги в добрые дела Нужные Родине, нужные людям Людям больше всего нужно духовное знание Нравственность и духовность На втором месте стоит честная, чистая жизнь Когда люди вкладывают в чистые продукты В чистое строительство В чистые отношения Воспитание детей Нравственность, культуру страны Когда люди вкладывают дело мира Чтобы не было войны Когда люди вкладывают деньги В то, чтобы город был красивым Когда люди вкладывают деньги в животных Чтобы они не страдали И так далее Тогда в этом случае Эти деньги, они становятся Дают человеку могущество Он становится очень сильным Потому что, когда он такие дела делает Люди любят его А раз люди любят его У него такой авторитет Что все хотят с ним сотрудничать С хорошими людьми Хорошими людьми будут приходить С ним и дела делают Он станет влиятельным человеком Понимаете, о чем я говорю? Механизм запомнили? Поняли механизм? Некоторые думают Что таких хороших людей не бывает Вот смотрите, бывает Меня же не будет слушать человек Из клана, из какого-то преступного Правильно? Он послушает, пойдет Фухлок какой-то сидит Мозги опарит Плапшу на уши вешает Уйдет сразу Что ваше вопрос? Чиновников же не любят депутаты Они строят дома, парки Все? Многие Их все не любят? У нас низкая культура То есть проблема не в чиновниках? Нет в культуре У нас нет образования Это не значит, что чиновник не должен строить себе дом Если у чиновника нет жилья Значит его никто не уважает Бедный человек Слабый человек Все это понимают Чиновник должен иметь влияние Он должен иметь такие апартаменты В которых можно пригласить серьезного человека В гости Он не должен быть нищим Он в коммуналку не должен приглашать Премьер-министра Это безумие Понимаете? Ну то есть какие-то должны быть требования к жизни чиновника Но если он только и думает о том Чтобы капусту нагрести И срулить куда-то потом Это не чиновник Это тот, кто грабит народ И потом за это будет страдать неимоверно Это культура Просто вопрос образования И все Потому что если люди не знают Как работают эти механизмы Они так поступают Это вопрос культуры И все Это не вопрос того, что сильно хочется Больше просто непонятно, что делать Куда деньги девать Вот в чем вопрос Часто люди не понимают Что есть какие-то другие способы быть счастливым Они думают, что счастье означает Футбольное поле себе сделать в коттедже Внутри коттеджа Это безумие Просто безумие Потому что нет других вариантов Нет образования Все Если человек построил школу В которой люди нравственное воспитание получают Каждый ребенок Который учится там Будет приносить ему счастье Каждый сын этого ребенка Будет приносить ему счастье потом Каждый родитель Который получил такого ребенка Будет приносить этому одному человеку счастье Он в жизни будет иметь Очень много счастья Такой человек Я это явно чувствую на себе Явно чувствую Сейчас мои лекции слушают 400 тысяч человек примерно в нашей стране И я чувствую очень много счастья Меня просто оно распирает во всем швам Это стопроцентный опыт, которым я с вами делюсь Пожалуйста, делайте добрые дела Это приносит очень много радости Деньги никогда не смогут столько радости принести Сколько отношений между людьми Итак, высокое положение может разрушить психическое здоровье Потому что человек становится проклятым Если человек имеет высокое положение То одно решение его может разрушить весь мир Или всю страну Или наоборот ее просто бесконечно поднять Часто люди не могут понять результат поступка лидера Но у лидера в сердце, когда он совершает сильный поступок Возникает неимоверная радость И он также получает увеличение силы власти Это признак правильного поступка Когда лидер совершает неправильный поступок В его сердце появляется страх И он лишается власти Это признак неправильного поступка. Но мы не можем оценить поступок лидера, потому что лидеры — все миссионеры, они совершают поступки, которые связаны с божественным планом. Или они делают злые поступки и теряют силу, или делают добрые дела и увеличивают свои полномочия. Сила означает не злая сила, а добрая. Люди любят такого человека, и его полномочия перед Богом также возрастают. Понятно? Система. Итак, власть, применённая неправильно, разрушает добрую судьбу человека, и он становится проклятым. Такой человек, который имеет высокий статус, совершая неправильный поступок, может улететь в тюрьму надолго, может быть убитым и так далее. Это непредсказуемо. Его жизнь становится на грани катастрофы. Поэтому, чем выше положение в обществе, тем... А здоровье психическое рушится мгновенно. При неправильном решении у лидера здоровье просто улетает сразу. У него не остаётся вообще никакого здоровья. То есть положение в обществе — это как постоянный экзамен. Если человек делает правильный выбор, правильное решение, у него всё взлетает в жизни. Делать неправильное решение, неправильный вывод — у него всё рушится. Так, например, Гитлер до сих пор гниёт в аду. Уже прошло много лет с момента его гибели. Некоторые думают, что он жил после... Ну, не жил, он погиб там. Он был настоящим воином. Но он попал в ад. В самые низшие области ада он попал. Я так чувствую, тонкое тело. И он до сих пор там остаётся. Представляете, в аду, на низших планетах, когда проходит у нас одна минута, там проходит год. То есть 70 лет у нас — это бесконечно много там. 70 тысяч лет и так далее. И всё это время человек страдает за свой неправильный выбор, неправильное решение. Это страшно. Обычные люди столько не страдают. Они не могут столько бедствия принести Земле, как лидер. Или столько счастья, как лидер, приносит. Поэтому колоссальная разница в будущем человека, который правильное решение принял или неправильное. Именно по этой причине у всех, кто имеет высокое положение, должен быть святой человек, которому он доверяет. Только советуюсь со святым человеком, можно совершать, делать свой выбор и делать решение, принимать решение. Советуюсь со святым человеком. Это гарантия того, что ты не ошибёшься.